Когда своим опытом делятся титулованные спортсмены и победители в ринге, это дорогого стоит, говорит 14-летний боксер Егор Баранов. Начинающий боец встретился с Артемом Швецовым, Сергеем Пономаревым, Валерием Безяевым и Александром Гельвихом, которые пару недель назад показали на ринге силу русского духа, ведь каждый из них одержал оглушительную победу. Показывали нам уклоны от ударов, как действовать в разных ситуациях боевых. Знаю то, что выступают на Урал-ФСИ, то есть это хорошие спортсмены. Артем в моем возрасте уже ездил на Россию, я познакомился с очень успешными людьми. А зачем это надо? Чтобы понимать, на кого равняться, на кого надо брать пример. И пример Егор уже берет. Так молодой парень занимается в спортивном комплексе компании «Уралкалий», который, к слову сказать, является и тренировочной базой для прославленных кикбоксеров нашего округа. Кроме этого, в бассейне «Дельфин» уже имеется своего рода традиция, когда чемпионы встречаются с юными спортсменами, говорит начальник спорткомплекса Татьяна Шухардина. Мы действительно дружим уже с ними несколько лет. Я очень дорожу этой дружбой. Ребята действительно классные спортсмены. Особое место занимает Сергей Витальевич, Матвеев тренер. Это тренер от Бога, тренер, где в его слове все буквы заглавные. Классные, профессиональные ребята. Большой спорт – это всегда самопожертвование со стороны тренера и со стороны спортсмена. Они в этом плане, конечно, для многих образец. Причем они на недосягаемой высоте. И при всем при этом они простые, честные, всегда готовы прийти на помощь. Именно этот пояс победителя «Урал-ФС» весовой категории до 90 кг защищал Валерий Безяев в поединке против Букабера Эл-Бакури из Марокко. Соперник тоже очень был такой стойкий, терпеливый. Тоже хотел выиграть, хотел забрать, увезти этот пояс в Марокко. Но мы не дали ему ничего сделать, потому что у нас были очень тяжелые тренировки. Подготовительные, изнурительные. Цена титула – перелом руки. И сейчас, держа заслуженный пояс, чемпион вспоминает и другие бои, когда тоже было непросто. Из всех побед самая моя такая, самая тяжелая была победа – это когда я еще боксировал на Татнефти в Казани весовой категории 80+. Я боксировал с французом, меня позвали на замену, я вышел, мне тренер говорит, ну давай попробуем, побоксируем. Только первый бой мой дебютный был, я еще молодой, такой неотесанный. Считали, что все он там меня изобьет, там нокаут будет и так далее. Вот, и я вышел, выиграл этот бой. Каждый выигранный поединок для наших парней – это не только личная победа, говорят бойцы. Никогда не сдаваться и идти только вперед помогают и болельщики, признается Александр Гельвих, который на недавнем турнире «Урал-ФСИП» победил бельгийца Седрика Декайсмакера. Мне много кто пишет, да, там, из молодых ребят, которые говорят, что вот, там, мы хотим там тоже боксировать. Я им пишу, что мы все возможны, ты просто, ну, иди, верь в себя, и все будет нормально. То есть, иди тренируйся, то есть, все будет тебе хорошо. Тут не надо ничего себе придумывать, просто нужно вести себя всегда достойно, и все, и тогда все будет хорошо. И таких встреч нужно делать, ну, наверное, почаще, потому что дети будут видеть, дети будут повторять, а дети – наше будущее. Быть человеком и идти вперед – это уверенность поддерживает целикамских бойцах несменный наставник, старший тренер сборной России по кикбоксингу Сергей Матвеев. Под его началом и поддержкой компании «Урал-Кали» и создалась звездная команда «Урал-Кали-Файтер». И, как с нами поделился Сергей Витальевич, в скором времени бойцов станет больше. К нам добавятся два бойца из других городов, то есть, как бы, к нам люди хотят переезжать, переезжают и будут переезжать буквально. Я думаю, что уже 10-го часа к нам приедет, пополнится девушкой, то есть, как бы, чемпионкой мира, которая будет выступать и по любителям, и по профессионалам. То есть, у нас на нее очень большие планы, на эту девушку. И еще Иван Зиновьев к нам добавится, это с Красноярска. Они украсят нашу команду. И впереди у всей команды «Урал-Кали-Файтер» покорение новых вершин. Примером земляков для подрастающего поколения соликамских спортсменов восхищались Евгения Константинова, Михаил Морошкин и вся телекомпания «Соль-ТВ».